всем привет и добро пожаловать на мою итальянскую кухню меня зовут елена в этом видео хочу показать вам как я готовлю очень вкусный малиновый тарт с кремом из ферментированного кешью по моему авторскому рецепту рецепт вышел но очень удачный поэтому делюсь им с вами с большим удовольствием ингредиенты вы видите на экране плюс для удобства они будут прописаны внизу в инфобоксе начинаю с того что кешью замачиваю на ночь в воде так орех активируется из него выходят вредные вещества он набухает становится мягким и готов к дальнейшим манипуляциям воду сливаю промываю теперь погружным или другим блендером орехи нужно измельчить в пасту так как паста получается очень плотная добавляю 30-40 миллилитров воды и тщательно перемешиваю смотрите какой она должна получиться чтобы сделать ферментированные кешью нужен хороший пробиотик я беру одну капсулу открываю ее и высыпаю содержимое кешью все тщательно перемешиваю накрываю и оставляю в теплом месте на 12 часов это если летом зимой часов 18 потребуется приступаем к миндалю его я тоже предварительно замочила на 8 часов миндаль промываю обсушиваю и нужно его почистить от шкурок наберитесь терпения после чего отправляем миндаль в духовку подсушиться при 120 градусах полчаса затем миндаль нужно смолоть в кофемолке в муку прошло указанное время и ферментированный кешью готов а его готовности говорит аромат чем-то схожи с творогом или творожным сырком и консистенция тоже кстати напоминает творог замешиваем тесто для тарта для этого смешиваем миндальную муку спиртовую полбину или пшеничную разрыхлитель коричневый сахар подсластитель у меня смесь эритрита и стевии кокосовое масло немного воды миллиграмм 20-30 и замешиваем тесто вымешивая тесто руками удобнее и проще понять какое оно должно быть по консистенции выпекать тарты я буду в разъемной форме но которой проложу пекарской бумагой теперь нужно хорошо распределить тесто по дну и по бортикам формы и теперь выпекаю снова в разогретой до 180 градусов духовке 12-15 минут свежевыпеченную основу не трогаю пока она полностью не остынет так как она очень хрупкая после полного остывания основу нужно аккуратно достать из формы теперь готовлю малиновый соус для этого беру 100 грамм свежей малины помещаю ее в сотейник слегка давлю лопаткой ставлю на огонь и варю малину минуты три после чего протираю через сито избавляя от косточек малиновый соус готов достаю из холодильника ферментированный кешью добавляю к нему ванилин у меня закончилась натуральная ваниль именно ванильный аромат мне в этом креме нравится очень поэтому пришлось взять ванилин хотя в последнее время стараюсь его не использовать так как это все же синтетический ароматизатор добавляю несколько капель жидкого интенсивного подсластителя остывшие малиновый соус и перемешиваю все с помощью миксера но это можно сделать и просто лопаткой вот такой крем получается по консистенции теперь осталось выложить крем на основу и украсить малиной этот малиновый тарт стал одним из моих самых любимых веганских тортов хрустящая нежная основа вкуснейший крем так похоже на творожный и свежий летний вкус малины очень советую вам попробовать приготовить этот простой веганский тарт спасибо что досмотрели это видео до конца я с вами прощаюсь и мы с вами увидимся уже очень очень скоро всем желаю здоровья отличного настроения и красивой фигуры всем пока м 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон